С началом отопительного сезона тепло пришло, увы, не в каждую Ивановскую квартиру. Жильцы дома номер 20 по улице Парижской коммуны возмущаются. Формально батареи нельзя назвать холодными. Наедокомфортные температуры в квартирах еще далеко. Активные жители куда только не обращались безрезультатно. Я была у Ростатурова на приеме два года назад. Там жара, градусов 26-27. Я даже заявила ему, что мы тоже хотим при такой температуре жить. Но ответа, увы, не последовало. Казанцев нам отвечал, мы на Шарипова два года там назад писали. Вообще ответил все, только про тепло ничего не было сказано. И мы обращаемся, чтобы администрация все-таки города во главе с Шариповым не то, что занимались, там дорожки спортивные делали, а благосостояние людей, как они все говорят, забота о людях. Но если мы живем в холоде, не в тепле, то видно, какая забота нулевая. Каждый год жители вынуждены буквально бороться за погоду в доме. Обращаются и в управляющую, и в теплосбытовую компанию. Энергетики приходят, замирают температуру в квартирах. После долгих разговоров и жалоб становится теплее. Правда, ненадолго. На следующий год батареи вновь чуть греют. И коммунальные баталии разворачиваются вновь. Вот я сегодня встала с утра, у меня температура была 17,5 градусов. Я сегодня позвонила в теплосбытовую компанию, сообщила. Но вот поскольку температура уже стала плюсовая, то стало 18 градусов в квартире. Но это тоже не предел при 18 градусах жить. То есть невозможно встать. И люди болеют. У меня соседка из 34-й квартиры заболела, уже не встает, лежит. Но мы в таком возрасте, что нам, конечно, нужно и тепло, и все. Как нам сообщили в управляющей компании, за которой закреплен этот дом, жильцы действительно обращались с вопросами по теплоснабжению. Специалисты посетили несколько квартир, замерили температуру. Никаких нарушений не выявили. На сегодняшний момент, то есть фактов несоблюдения нормативным параметрам не установлено. Но для улучшения теплоснабжения в доме, то есть связались со степлосбытовой компанией, и сегодня или же завтра договорились провести регулировку внутренней системы отопления, то есть дополнительную, именно которая будет улучшать теплоснабжение. По нормативу, температура воздуха в жилых помещениях не должна опускаться ниже 18 градусов. Этим правилом руководствуется и теплосбытовая компания. Если жильцы хотят, чтобы трубы нагревались сильнее, следует оставить коллективное обращение в управляющую организацию. Однако за дополнительный комфорт и тепло придется заплатить. Тариф за отопление несколько увеличится. Максим Серебряков, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ, Иваново.